Здравствуйте! Основанный в 1190 году Тевтонский орден без перерывов существовал более 8 столетий. Потом его деятельность несколько раз сворачивалась, в том числе и во время Второй мировой войны, когда руководство нацистской Германии конфисковало владение ордена. Позднее он был возрожден, но сейчас этот древний рыцарский орден занимается исключительно мирной деятельностью, да и состоит он теперь в основном из женщин, которые называют себя сестрами. Они служат сестрами милосердия, работая во множестве больниц и госпиталей в Австрии и Германии. Большинство россиян Тевтонский орден знаком по ледовому побоищу, знаменитой битве, в которой русское войско под командованием Александра Невского одержало победу над крестоносцами. На самом деле с противоположной стороны выступали в основном рыцари Ливонского ордена, а не Тевтонского. Но Ливонский орден сам по себе являлся чем-то вроде филиала Тевтонского, только в Прибалтике. Так что отличались эти ордена по большему счету лишь руководителями и знаменами. В прошлом Тевтонский орден делился на четыре основные части. Одна состояла из рыцарей, другая – оруженосцы, третья – из священников, а четвертая – из полубратьев – хозяйственников. Причем рыцарями могли стать только те соискатели, которые сумели доказать свою принадлежность к какому-нибудь древнему дворянскому роду. Потом это правило немного изменили, но только представители дворянских родов могли быть магистрами. Историческая область Восточная Пруссия славится своим историческим наследием, в частности средневековыми замками. Их там насчитывается более девяносто. И большая их часть некогда была построена именно Тевтонцами. Сейчас основная доля этой исторической области относится к Польше, а часть принадлежит России. Это Калининградская область, кто не знал. Истоки происхождения Тевтонского ордена неизвестны. Большинство историков склоняется к тому, что он возник в Иерусалиме, когда его завоевали крестоносцы. Какой-то немец, имя не сохранилось, основал там госпиталь, вокруг которого начали собираться немецкоязычные рыцари. И из этой неформальной организации впоследствии, вероятно, и вырос орден. Период наивысшего расцвета Тевтонского ордена считается конец XIV – начало XV веков. О его могуществе в то время говорит исторические документы, согласно которым наемные крестьяне и рабочие, нанятые орденом, получали в несколько раз более высокую плату, чем где-либо еще в Пруссии. Орден был богат, и он мог позволить себе платить больше, чтобы заполучить лучших работников. Внутренний устав Тевтонского ордена был очень строгим. Более того, он регламентировал жизнь членов ордена даже в мелочах. Так, согласно уставу, братьям-рыцарям полагалось обязательно носить бороду, братьям-ссариантам-оруженосцам их необходимо было сбривать, а братьям-священникам предписывалось выглядеть как монахам. Третий рейх считал себя продолжителем идей Тевтонского ордена, а один из ближайших приспешников Гитлера, Генрих Гиммлер, даже планировал его возродить, но в обновленном виде. При этом нацисты активно преследовали членов настоящего ордена, конфисковывали все их имущество и вообще пытались перекроить историю Тевтонцев на новый лад. Безуспешно это, конечно, было. Как показало дальнейшее событие, все это было безуспешным. Третий рейх был повержен, а орден существует и поныне, занимаясь благотворительностью. Спасибо за просмотр. Всем пока.